Всем привет! Наконец-то у меня проросла гуанабана. С момента посева прошло 2 месяца. И только тогда она начала сходить. Я уже, честно говоря, ей не ждала. Она у меня уже стояла. Я ее даже не поливала. Она просто стояла у меня на полу. И солнце на нее не попадало. Единственное, она под пакетом стояла. Я уже хотела это все вытянуть дело. И смотрю, там какие-то крючочки появились. Пакет сняла. Смотрю, а она у меня прорастать стала. Ну, я ее скорее достала. И начала. Вот у трех я сняла семена. У меня есть видео. Я вам обязательно его покажу. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил субтитры создавал DimaTorzok. Также у меня есть видео, когда я ее сажала. Я хочу каждую посадить в такой контейнер, чтобы развивалась корневая система. Я их уже все достала. Вот такие корешочки, очень хорошие, очень хорошие, прям она такая, знаете, высокая, крючки сразу очень большие будут, но это тоже на видео уже посмотрели. Ну, я, наверное, даже не буду дренаж вложить на низ. Землю я ей приготовила. Торф, песок, ну такая вот, и лючоза, просто разрыхлитель у меня тут. Ну, корешочки молодые, очень аккуратненько нужно, чтобы не повредить. Ее, конечно, нужно обязательно рассаживать, так как это дерево, ей нужно развивать корневую систему. И потом, когда они вместе долго будут расти, они сплетутся между собой. И потом для растения это очень болезненная процедура будет, когда пересадка. Я с этим столкнулась, знаете, с кофейным деревом. Я их рассаживала, и потом они у меня болели и не восстановились уже. Так что их лучше в маленьком возрасте сразу посадить в отдельные контейнера. Я, конечно, очень рада, что они у меня взошлись. Ну, хоть не все, но достаточное количество взошло. Я очень хотела в своей оранжереи вырастить гуанабану. Или, как ее по-другому называют, еще сметанное яблоко. Очень любит опрыскивание. Полив такой, скажем, должен, конечно, просохнуть верхний слой почвы. Она залива не зерпит. Это точно. Ну, земелька у меня очень такая рыхлая. Думаю, что она понравится. Да, кстати, вот еще забыла сказать, что у троих я семечки снимала, а вот трое у меня они сняли сами. Я просто оставила, они зашли позже. И я хотела посмотреть, как они вообще сами справятся ли с этим. Да, справились. Я даже была удивлена. Так что вот у меня плантация будет амоны. Потом у меня еще очень много есть саженцев кофейного дерева. И у меня еще растет рамбутан. Сейчас я вначале посажу и покажу вам его. Тоже я сажала вместе с амонной, косточкой. Там, правда, из трех семечек у меня выжил всего один. Вот такой вот рамбутанчик вырос. Их здесь у меня было три. Но вот я говорю, что выжил только один. Не знаю даже, с чем это связано. Но вот у них такие плотные глянцевые листочки. Ну, это рамбутан. Он такой очень декоративный имеет. Вечно зеленые гири. А вот анона, которая у меня сорт, это листопадная. Она есть вечно зеленая, которая. Но у меня вот попался такой вот, листопадная. Сейчас я пойду их и поставлю на светлое место. Ну, и рамбутанчик тоже немножко. Ну, вот поставила я их, конечно, на окно. Потому что это светолюбивое растение, конечно же. И оно любит солнце. Ну все, увидимся в следующем видео.